ну что далее едем по курортному проспекту и справа от нас возвышаются красавицы морские симфония 4 новых корпуса 3 стареньких но новая конечно построена еще лучше чем старая и конечно же касабланка цена здесь на большей площади 150 160 тысяч на маленькие 160 180 очень красивые домики там цены грубо говоря от 3 миллионов с копейками можно приобрести себе квартиру там будет бассейн классно придумывать территория не заезжаю если кому-то интересного сделаю отдельный обзор на касабланку многие корпуса уже сданы и люди получили документы продажи перепродажи очень масса вариантов как приобрести квартиру хорошим комплексе комплекс они позиционируют как клубный бизнес-класс так скажем встречка у нас погода замечательно просто потрясающе на улице плюс 23 градуса на солнце я думаю плюс 25 26 и жара можно загорать за это нравится многим солнце наш юг за то что это субтропики здесь очень много солнца то есть фактически 300 300 дней в году солнечная идеальной дороге полностью отсутствует какое-либо производство соединяет сочи адлеров такого дублер и ты едешь всегда вот с таким видом красота же ты едешь и просто получаешь эстетическое удовольствие и туда и обратно вот пожалуйста полюбуйтесь красиво же очень красиво вот мыс видный вот она хвоста что тут в хосте такого полезного интересного хоста ривер парк он устроится мы особо не занимались там по ряду причин если кому интересно какие причины на это были звоните пишите в хосте здесь тоже будут стройки чуть позже кому интересно также хоста звоните пишите хост это вообще барвиха местного значения что еще тут вам показать интересного подороги так 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 наверно отсюда увидим звездный берег справа сейчас да вот он возводится возводится качественно но медленно конечно медленно от этого застройки сейчас в догомысе на российской появился новый комплекс обязательно о нем поговорим осветим отсюда не видно к сожалению звездный берег ну ладно едем дальше ну что друзья вот у нас такая красота здесь пчелки летают ароматы просто замечательные даже не знаю что это за растение но пахнет очень вкусно все это на улице яна фабрициус недалеко от ярмарки это у нас жилой комплекс уютный квартал очень симпатичные домики сделали вот люди уже живут здесь вот эта девушка только что вышла из этого комплекса он бабушка зашла как вы видите вот здесь шесть домиков пятиэтажных машина выезжает кондиционеры висят тарелки вон телевидение в общем сейчас все полностью закончено здесь остался только вопрос с документами сейчас все в процессе все вы начали работу вот занимаются это у нас жилой комплекс на фабрициуса это не жилой комплекс апартаментный комплекс на фабрициуса а сам жилой комплекс вон там на территории находится там с той стороны как раз ведутся строительные работы по возведению остальных корпусов в ЖК на фабрициуса он сдан вот этот корпус сдан это вот вместе с коммерцией на первом этаже это полностью завершенное здание не жилые помещения апартаменты а там уже будут такие жилые помещения в смысле квартиры или жилые помещения что-то ну в любом случае будет относиться к жилому фонду где можно будет и прописаться купить-продать как говорится без проблем так же как и здесь сейчас вопрос решается по статусу либо квартиры либо жилое помещение но это не так принципиально потому что сейчас к жилому помещениям очень лояльно относятся все потому что сейчас рынок перешел именно на них потому что это самый скажем так простой законный способ возведения домов и последующий продаж здесь все завершено как вы видите ну что едем дальше друзья преимущество расположения на улице Яна Фабрицуса заключается в том что это абсолютно равнина до курортного проспекта здесь совсем недалеко здесь есть остановка два маршрута проходят слева ярмарка очень классная здесь есть все от спичек до мяса все абсолютно можно здесь купить очень много людей из Сочи ездит именно сюда ну а сейчас мы держим путь вот туда наверх как вы видите одно из самых высоких зданий в Сочи это жилокомплекс Мерката ну как высоких наверное правильно сказать расположен он выше большинства зданий в Сочи с левой стороны на горе движемся к нему друзья вот такой вид открывается с первого этажа даже не с первого а с нулевого с минус первого этажа в жилом комплексе Мерката просто красота конечно же вот этот жилой комплекс вот так он выглядит на данный момент три корпуса подземный паркинг там на нем будет бассейн здесь обещает быть все очень пафосно красиво на первом этаже должна быть коммерция на первом коммерческом этаже и также должны быть здесь и фитнес-центр такой знаете вот ну чтобы люди кто здесь живет уже не переживали ни о чем а могли совершенно спокойно не выходя из дома уже получать все необходимые услуги вроде как и с едой что-то должны были сделать придумать заведение для для обслуживания этой потребности людей смотрите вообще этот комплекс обещает быть очень крутым очень классным и мы уже это видим в каком плане смотрите элементы декора даже они выделяют уже на фоне остальных жилых комплексов в сочи видите лепнина такие очень красивые декоративно кованые балкончики выступы замечательные такие знаете вот эркеры в общем это все говорит о уровне об уровне этого комплекса вообще это первый объект Шамиля Башнинаева компании альпики именно в элитном сегменте посмотрим что получится но по-моему уже получается неплохо на мой взгляд вот конечно нужно будет судить как говорится цыплят по осени считают и здесь тоже нужно будет судить по финишной конечно отделке но уже уже выглядит многообещающе красиво срок сдачи обещают конец этого года я думаю что в принципе все реально темпы очень хорошие здесь были небольшие задержки из-за определенных вопросов там ну как всегда все разрешилось благополучно это сочи здесь такое бывает поэтому у меня кстати сделки были был три сделки и все люди в принципе осознавая что ну срок был сдвинут они не стали забирать деньги а оставили потому что это это все равно было выгодно кстати 11 мая вот на днях было ровно три года как я здесь нахожусь в Сочи сниму об этом отдельное видео и я хочу вам сказать что за это время было примерно примерно двести восемьдесят двести девяносто сделок я точно прям до одной штуки не могу сказать потому что они еще идут вот ну около двухсот девяносто и я вам хочу сказать что никто из них еще не потерял свои деньги и конечно же не потеряет вот я горжусь этим за это нас любят наши клиенты мы с Антоном гордимся своей репутацией и для нас это самое самое скажем так самая лучшая благодарность это доверие и уважение наших клиентов вот и все классный комплекс друзья ну а мы едем дальше кстати друзья мерката действительно располагается практически на самой высокой точке города Сочи вот у нас здесь имеется станция расположена как вы видите и вот они виды выше нас только горы или только небо как говорится вот жители комплекса мерката могут легко сказать что это про них кстати у нас здесь есть инвесторские квартиры кому интересно пишите звоните покажу вам варианты ниже чем у застройщика по хорошим выгодным ценам в сочи очень удобная система развязок вот эти вот дублеры они позволяют перемещаться из одного места в другое просто за считанные минуты вот грубо говоря мы сейчас находились на яну фабрициуса да и сейчас поедем сразу в альпийский квартал и ну доедем туда минут за пять на максимум это максимум вообще мы выезжаем на дублер в сторону центра и пожалуйста ну конечно о качестве дорог можно не говорить это и так само собой разумеющийся факт много об этом уже сказано конечно город сильно преобразился после олимпиады такая вот немного обзора экскурсия получается думаю она многим будет полезна в любом случае таких тоннелей вот мало в каких городах вообще можно увидеть у меня мама когда их увидела первый раз она здесь 30 лет не была там когда два года назад приехала первый раз в Сочи говорят вот это да где бы говорит я еще такие тоннели увидел в общем камера на тоннелях всегда стоят очень удобно перемещаться без них здесь бы город просто в пробках жил как Краснодар там или как Москва не знаю и стакады над городом вообще очень сильно спасают ситуацию а это жилой комплекс парк Горького как вы видите слева от нас квартиры там от 8-9 миллионов начинаются самое минимальное ну собственно мы и съезжаем сейчас в сторону грубо говоря Пластунской улицы да вот эта улица у нас сейчас правильно скажу скорее всего параллельная а нет это еще Пластунская она переходит в параллельную едем опускаем пешеходов как вы видите все очень аккуратно и хорошо ездим на альпийский квартал покажем вам как он выглядит на данный момент как обстоят дела налево там на Горького в центр да на право на Ареду тоже хороший район многие из них ну многие районы из местных предпочитают потому что здесь есть все школы сады больницы причем не одна вот все что нужно для жизни вот есть он очень обжитой то есть здесь ну вся инфраструктура необходимая есть ну кроме спортивных секций если хочешь говорится ребенок чтобы занимался спортом то только в Адлер здесь только плавание в Сочи в Адлере есть все футбол хоккей теннис легкая атлетика что там еще там какие есть керлинг не знаю там вообще все что нужно есть в Адлере поэтому мы выбрали Адлер потому что а гимнастика спортивная гимнастика художественная академия а вот он Апийский квартал в принципе в пешей доступности от всех основных объектов инфраструктуры города Сочи здесь нельзя через плашную ехать вот сейчас мы тогда в итоге сейчас заберемся покажу вам подробнее вот минус этого микрорайона что здесь достаточно пробочно как видите машины стоят в два ряда и приходится верхнему потоку или нижнему просто ждать уступая дорогу вот но никуда от этого не деться это особенности таких вот скажем так старых районов города микрорайонов ну везде есть свои плюсы везде есть свои минусы повторюсь идеальных идеальных вариантов прям так что тихо-тихо-тихо-тихо-тихо идеальных вариантов прям так что все было идеально ну нигде нет не только в Сочи вообще ну наверное до исключения только и меритинки вот здесь есть все сады школы несколько садов кстати детских садиков поликлиники вот здесь мы сейчас встанем аккуратненько вот так вот ненадолго вот она четверка так называемая поликлиника здесь очень хорошие хирурги и все такое прочее а вот сам альпийский квартал фасад очень интересно выполнен то здесь смотрите получается вентфасад смонтировали это хороший уровень в принципе ну альпика с каждым разом строится лучше 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 вот и посмотрели предыдущий объект мерката вот достойно друзья вот и здесь стоимость квартир начинается от четырех с половиной миллионов рублей есть видовые квартиры на верхних этажах в сторону там моремола в сторону моря там цена будет примерно от пяти с половиной там ну ближе к шести миллионам рублей на верхних этажах плюсы комплекса то что он расположен прям в центре событий как говорится да в пешей доступности от всех основных объектов инфраструктуры в том числе от морпорта вот очень много людей именно ориентируется на него вот новогинской там так далее да спустились по горького прошли 15 минут и вы в центре города кроме того здесь все есть что нужно для жизни как он сказал сады школы и так далее да цена в принципе в рынке из минусов огромное количество квартир то что много корпусов такой муравейничек не всем нравится не всем заходит но некоторых именно хотят так я конечно не понимаю там правда большое желание покупать в комплексе где там огромное количество квартир но если человеку нужна именно эта локация именно эти скажем так эти микрорайоны то это идеально подходит потому что вот в этих домах вариантов практически нет именно в старом фонде либо они по неадекватным ценам здесь можно за хорошие деньги купить квартиры это повторюсь четыре с половиной и выше есть также инвесторы вот от себя добавлю друзья от себя добавлю что у нас есть также инвесторы в бывшем корпусе это мерката там цена от трех с половиной миллионов рублей в принципе это такая знаете хорошая цена на текущий момент абсолютно рыночная то есть все это в рынке ну что друзья мы уже на Светлане это один из излюбленных микрорайонов местных здесь вот огромное количество местных приезжает отдыхает многие здесь имеют апартаменты квартиры сейчас мы едем по самому маленькому проспекту в России а может быть и в мире проспектами Пушкина слева от нас был комплекс Новая Александрия справа цирк прямо у нас пляж Сан-Рема пляж цирк фонтан рядом с рестораном Гранат с отелем Дельфин такое знаете место где собирается местный бомонд скажем так много пафоса и очень много денег скажу вам по секрету и сейчас мы посмотрим комплекс который называется Мадрид 5 посмотрим что там сделали на данный момент его кстати сдали то есть документы есть там можно приобретать квартиры там есть квартиры от инвесторов от трех даже грубо от трех миллионов рублей даже есть квартиры дешевле просто площадь мелкие там на двадцать шесть квадратных метров там грубо два восемьсот два девятьсот три миллиона рублей квартиры фактически ну не знаю в тройке четверке пятерке минут езды вот этого замечательного места пешком конечно вряд ли дойдете но очень удобно здесь все расположено и транспорт ходит и автомобильные развязки очень удобные как вы знаете в Сочи автомобиль всегда приветствуется вот сейчас вам покажу кадры интересные очень редкие кадры вот она бытха друзья вы посмотрите плотность застройки бытхи просто оцените это своими глазами это же нереально что-то и вот это стоит там просто баснословных денег вся эта бытха просто что-то невероятное справа от нас стадион Слава в Митровелле сейчас покажу вам дорогу чтобы уж было понимание как она выглядит так мне клиент звонит сейчас я на паузу поставлю итак продолжаем едем получается по 20 горнострелковой дивизии дивизии вот здесь очень удобная развязка направо если мы повернули мы поехали в центр города вот по этому дублеру здесь вот на правом вернее направо на съезд если под этот дублер мы уходим туда мы едем в сторону уже Адлера прямо поехали в сторону Мэри Мол туда через транспортную вот там вот у нас здесь микроораздольное находится ну а мы сейчас уже подъедем к самому комплексу чтобы было понимание я всегда за объективность друзья плюсы комплекса непосредственно близости от центрального Сочи от Светланы съехать там ну реально 3 минуты 3-4 минуты на машине вот из минусов то что он стоит так ну обособлено особнячком так скажем да и поэтому вряд ли вы там пешком будете выходить отсюда куда-то вот дорогу здесь сделали тихо-тихо братишка ну зачем ты так сюда на меня едешь вот пожалуйста комплекс закончен сейчас вам покажу вот вот так выглядит этот дом друзья заходить внутрь не будем не так много времени просто не хотел в этом обзоре уже его растягивать здесь квартира есть двух миллионов восьмиста тысяч рублей все коммуникации центральные замечательная отделка и как вы видите такая интересная штукатурка вот достаточно грамотно продуманное решение с подземным паркингом с хорошей придомовой территорией как вы видите вот комплекс будет комфорт или даже комфорт плюс класса близкий к бизнесу сочинскому вот и это от компании аэрс от которой кстати сейчас новый объект появился где мы активно идем продажи где все смогут заработать на этом я буду заканчивать свой обзор друзья по этому комплексу а также по некоторым другим я сделаю отдельные обзоры также у нас есть очень классная перепродажа в таком комплексе как ЖК моравия к сожалению в этот комплекс сейчас я не доеду я сделаю отдельный обзор там есть квартиры за три с половиной миллиона рублей вот такая вот квартира с прямым видом на море там четвертый или третий или четвертый этаж ну хороший этаж да вот и там можно тоже приобрести для себя хорошую такую студию которая будет приятно радовать вас холодными зимними вечерами где-нибудь в Челябинске и теплыми зимними вечерами в Сочи вот в Челябинске будет радовать что она у вас есть здесь а здесь она будет вас радовать своими закатами и восходами там все видно замечательно панорамный вид на море итак друзья значит по этому комплексу понятно по ролику понятно я рад что вы досмотрели его до конца спасибо большое если вам он понравился ставьте лайк если не понравился напишите в комментариях почему какие комплексы я не осветил напишите в комментариях если вы хотите чтобы я их осветил в следующий раз на этом все с вами был Павел Морозов из Сочи агентства движения СССР всем удачи добра побольше хорошего настроения денег и конечно же здоровья вам и вашим близким всем пока друзья удачи